Уже давно существует понятие «социальный лифт», когда некие совсем неизвестные деятели, минуя традиционный способ роста и подъема по политической лестнице, вдруг выныривают или на самом верхнем этаже, или около того. С одной стороны, это полезное мероприятие, поскольку таким образом может подняться самородок, безусловно потерявшийся бы на пролетах той самой лестницы, а с другой – опасное, поскольку самородков критически мало, а потому наверх может всплыть то, что никогда не должно было всплывать. В любом случае, слово «лифт» в этом определении является альтернативой лестницы, которая оказалась хоть и достаточно устаревшей конструкцией выдвижения политических деятелей, но очень надежной. Дело в том, что движение по этой лестнице постепенно, без какого-то слома, приучает человека ко все большему объему власти, а с другой стороны, к нему приковано все большее внимание, и он раскрывается именно как политический деятель, понимающий и двигающий партийную идею. Но что самое главное, испытание все большей властью открывает его шкафы, в которых обычно хранятся скелеты. Это крайне важный процесс, поскольку количество и качество этих скелетов задает верхний предел для роста и отсекает людей с крупными черными пятнами от попадания на самый верх. Так работает политическая система в странах, имеющих опыт демократической борьбы за власть. И если наверх начали попадать не те люди, которые соответствуют своему уровню, то это значит, что сама лестница дала сбой, и отбор уже ведется по каким-то другим принципам. Лифт, который проносит персонажа между этажами с огромной скоростью, в таких странах почти не работает. И если такое случается, то в виде очень редкого исключения, в бесспорных и очевидных случаях. Но такие лестницы надо построить, отладить, и они должны проработать какое-то время, чтобы показать свою эффективность. У нас же партии в принципе не имеют лестниц просто потому, что их трудно назвать партиями. Да и живут они короткий срок, поскольку имеют ярко выраженный вождистский вид. Вождю не нужны никакие лестницы, он формирует свое окружение исключительно лифтовым способом. Однако в таком случае эффективность работы лифта прямо связана с личными предпочтениями и представлениями лифтера. Сейчас мы наблюдаем, как чудом прорвавшаяся во власть бригада включила даже не лифт, а какой-то погружной насос, опущенный в выгребную яму. Как это неудивительно будет звучать, Зио к этому почти не имеет никакого отношения. Чем чаще он появляется на публике, тем громче бьют тревогу психиатры, профессионально указывая на то, что этот человек не может удерживать вершину власти просто по объективным причинам. А вот лифтером является некто Коломойский и его люди, которые оккупировали то ли офис, то ли помещение президента. Именно они рулят кадровой политикой и расставляют на ключевые должности такое, что просто диву даешься. Как можно было нарыть подобные персонажи в таком количестве и с очень похожими деструктивными качествами? Похоже на то, что лифтер решил покончить и с лифтом, и с лифтовой шахтой, и со зданием, в котором лифт устроен. Сейчас уже понятно, что подбираемая бригада абсолютно не способна управлять страной, и перед ними даже цели такой не стоит. Пока костью в горле стоит парламент. Но если выборы станут частью той же системы погружного насоса, то никаких противовесов не останется в принципе, и очень быстро возникнет общественный запрос на то, чтобы вынести эту шоблу быстро и окончательно. Между прочим, люди ЗЁ совершили большую ошибку, прописав это в своих возражениях в Конституционный суд, где общественный запрос был легализован как инструмент кардинальных изменений в стране. Они это использовали для распуска Рады, аргументируя это тем, что большая часть населения Украины не доверяет ей. Это означает прецедент, согласно которому общественный запрос может быть основанием для смещения этой шоблы путем осуществления прямого народовластия. В общем, в руках идиотов даже такой безобидный инструмент как лифт превращается в обыкновенный фекальный насос, что мы сейчас и наблюдаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok